Попробуем. Значит, мы решили записать небольшое видео про то, как обычно у нас проходят открытые уроки по латине для качественного глядного пособия. Качественного глядного пособия. Что касается открытого урока по сальсе, в первую очередь мы всегда представляемся, это обязательно. Это касается не только сальса любого открытого урока, нужно сказать о том, как тебя зовут. Ты представляешься, говоришь, в моем случае я говорю, меня зовут Диана, я инструктор по социальным танцам, по социальной латине или по сальсе, почему угодно, что ты там ведешь. Потому что, ну в общем, группа должна знать, как к тебе обращаться. Дальше ты очень сильно в позитивном ключе, очень сильно в улыбочке, если их немного, можешь попробовать с ними познакомиться. Но чаще я так не делаю, потому что если группа 5 плюс человек, это бесполезно. Но стоит спросить у них, занимались ли вы танцами раньше, или знаете ли, что такое сальса, или знакомы ли вы в принципе с этим танцем. Там все будут стоять, стесняться, кто-то поднимет руку, скажу, очень хорошо, самое время, чтобы начать. И вы, собственно, начинаете, скажу, что в сальсе очень интересная история танца, тра-та-та. И вот сейчас мы с вами начнем с базовых шагов. Дальше ты становишься к ним, ну я в своем случае становлюсь к ним спиной, сама лицом к зеркалу, мне так проще, я так вижу всю группу. И я так не сильно сама сбиваюсь, видя их непонимающие лица. Я как бы, в общем, надеюсь на то, что они будут внимать в моей спине. Так вот, я стою к ним спиной и начинаю с самых основ, например, с базовой латинской постановки позиции корпуса. То есть я становлюсь на мягкие колени, говорю, ребята, посмотрите, мы с вами начинали с мягких коленей, это значит полусогнутые ноги. Я напоминаю им, что в сальсе главное это ритм, и что танцуем мы всегда ритм, и что за ритмом должны следить оба партнера. Дальше можно сказать о том, что характерная особенность нашего клуба, и очень большой плюс, и очень большое наше преимущество в том, что мы учим две роли. И напоминаю им, что нет мужской и женской роли, что совершенно никак не влияет ни на что вендорные различия. Есть роль ведущей или ведущего, есть роль ведомого или ведомой.